Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю в эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Александр Попко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Около двух тысяч раз выезжали столичные спасатели на пожары с начала года. На пожарах за это время погибло 19 человек, 61 человек пострадал, 56 были спасены. Минск чрезвычайный. В конце прошлой недели, около 11 вечера, на телефон спасателей 112 поступило сообщение о задымлении в квартире дома номер 9 по улице Матусевича. В силу позднего сообщения и этажности здания на вызов были отправлены сразу три автоцистерны и автолестница. К счастью, помощь такого количества сил и средств не понадобилась. Огнепорцы в считанные минуты ликвидировали небольшое загорание. Причиной инцидента стала сигарета в руках выпившего хозяина квартиры. Теперь ему грозит административная ответственность. Аналогичный случай произошел вечером 28 июля в доме номер 23 корпус 1 по улице Одинцова. Выпивший хозяин квартиры уснул с незатушенной сигаретой в руке, которая после выпала на постель и спровоцировала тление. Если бы хозяин вовремя не проснулся, то мог бы пополнить печальную статистику погибших. Тем не менее, статистику административных правонарушений он все же пополнил. Минск чрезвычайный. Автомобильный пожар произошел в пятницу вечером на улице Шугаева. Со слов женщины-водителя, в движении она увидела исходящий дым из-под капота и панели салона. Остановившись и открыв капот, дым только усилился. Благодаря оперативным действиям отзывчивых людей возгорание было ликвидировано, а прибывшим огнеборцам осталось лишь пролить место горения на всякий пожарный. Также за прошедшую неделю столичные спасатели 12 раз выезжали на загорание пищи, оставленной без присмотра, что должно заставить задуматься граждан о мерах собственной безопасности. Берегите себя и своих близких. В студии был Александр Попко. Пока. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.